Он довольно-таки старый уже, конечно, обновить бы лучше. Кто знает, правила более-менее местные, это еще куда не шло, а кто не местный, тут сразу теряться начинает. Говорю, опять же, хорошо, что аварий пока нет. Так водитель отзывается о светофоре на пересечении проспекта Ленина с улицей Мориса Тореза, который несколько дней назад вышел из строя. Оно и понятно, ведь данный светофор давно нуждается в замене. В этом году его и еще три светофора заменят. На это выделено более 10 миллионов рублей. Кроме того, в городе установят дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход» за 5 миллионов 600 тысяч рублей. А за 7 миллионов нанесут горизонтальную дорожную разметку. Путепровод, соединяющий улицу Гоголя с улицей 50 лет Октября, в этом году тоже попал в программу капремонта. Во время весенних поводков, где кольцо, здесь были ямы, очень много людей проваливались, колеса рушились, ломалось, пробивали. И сам тоже в яму попадал. В администрации Димитровграда обсудили всю дорожную карту предстоящего ремонта дорог. Запланировано отремонтировать 42 объекта лучшей дорожной сети. Это один объект велодорожки, 16 автомобилей на дорогах. Также следует отметить, что в рамках программы «Мой двор» запланировано отремонтировать 22 внутриквартальных проездок. Глава Димитровграда потребовал от профильных чиновников ежедневного контроля за всеми мероприятиями. Чтобы не было никакого отставания, чтобы все было в свое время сделано, выполнено и качественно. Потому что нам зимой дороги делать не нужно. Пока походы стоят. Несмотря на то, что календарные сроки достаточно большие. Производственные мощности у них достаточно серьезные. Судя по конкурсу документации. И опыт работы будет достаточно серьезных.